Доброе утро, друзья! У нас первый пасмурный день. Смотрите, какая осень начинается. Как быстро меняют деревья цвет. А у меня сегодня по плану сколько там? 8.02. Супермаркет за обедом. Наступило и цвет моих обедов и снеков поменялся. Он такой оранжевенький. Обед вышел 5.80. Смуси был со скидкой. Салат тоже. Но салату еще три дня жить, поэтому считаю свежак. А смуси я такой не пробовала. Эти погоды очень странные. Ветра нет. В отличие от Порва, когда там всегда, в любое время суток видишь и ветер. А здесь ветра нет. Даже так немножечко. Как будто бы влажно, сухо и тепло. Несмотря на то, что сейчас, наверное, плюс 11. Ощущается, как будто бы, наверное, плюс 17 или 18. В общем, тепло. Тепло, тепло. Еду с учебы домой. Вот осталось подъехать. Смотрите, какая у нас уже красота. Все желтое. Чуть-чуть осталось. Доеду и делаю распаковку. Ух уж эти распаковки. В общем, у меня очередной заказ. За Ланда. Никогда не брала. Вернее, как. У меня, по-моему, что-то было от бренда Гант. Но одежду так в целом ничего не покупала, не носила. И тут мне понравились на скидках рубашки. Я решила взять несколько одной моделей разных цветов. Так, и вот у меня. Ого. 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 Так, и еще какой цвет. Ого. Обратите внимание, они все в стиле Оксфорд. То есть, Оксфорд. Шерт. Такой цвет хаки. Ягодный. И беш. Давайте откроем. Первое, что. Первое, что. Это я покажу, что я взяла все рубашки одного размера. 38-го. Цена у них была. Что-то я не помню. Сколько, если честно. Я напишу сейчас где-нибудь здесь. Они хлопковые. И мне нравится у рубашек casual. Вот, например, у Gap похожий материал. Такой плотный хлопок, но он мягкий. У каких еще брендов? Tommy Health Figure, у Ralf Lorna. У Ralf Lorna не у всех. По-моему, только у Polo вот такой материал интересный, мягкий. Ну, в общем, он такой приятный. Casual на каждый день. Так, что там по составу? Что там по составу? Ого. Так, что по составу? По составу. По составу. Так, сделаны в Индии. Сто процентный хлопок. Материал. Ну да. В общем, надо примерить, посмотреть, как мне по размеру. Не будет ли он мне маленький. Наверное, будет в первый раз. В общем, я эти тоже сейчас примерим. Так, достала я тут в полуть меди и в рубашке. Я хочу сказать, что когда я достала первую рубашку, мне материал очень понравился. Вторая, она уже тоньше. И как будто бы там в ней что-то еще. Содержится такой, знаете, как леоцелл наподобие. Я просто знаю, как, например, рубашки H&M. Под джинс, которые сделаны. Они вот именно такие хлопково-тоненькие и мнущиеся. Это поплотнее. Это тоже такой тонкий материал. Не такой. Давайте посмотрим, что они там пишут по материалу. Вдруг там что-то. Ага. А здесь уже, обратите внимание, стопроцентный леоцелл. Ничего против леоцелла не имею. Но очень странно, что одна и та же модель рубашки в одном и том же цвете выполнена из разных материалов. Обратите внимание, кармашки, да. И вот это намного круче. Рубашка, хочу сказать. Поплин. Здесь. Хочу просто выяснить, в чем прикол. А, здесь тут прямо сразу написано, я цел. А здесь поплин. Ну, тогда вопросов нет. Так я не понимаю, почему на Золандо они все одного, все под одним именем. Да, здесь тоже леоцелл. Ну, ладно, будем мерить. Так, сразу начала примерку с приятного мне цвета. Мне кажется, это же как-то румянец. И лицо свежее с этим оттенком. Мне очень нравится, что есть контрастные пуговицы. Это, в целом, неплохая рубашка. Очень даже. Кэжуал. С кармашечком. Наверное, ее можно и заправлять. Наверное, и нужно. Как-то видела, некоторые блогеры делали такую резиночку. И как-то вот так вот сбоку. Или не сбоку. В общем, каким-то образом заправляли. Мне нравится, честно. Я уверена пока, как это все будет. Но мне нравится цвет. Мне очень понравился цвет. Такой. Разбавить мой монохром, в общем. Поплин. Мнущийся материал. Но. Но. А я сейчас заправлю. И посмотрим, как оно будет в заправленном виде. Так как она такая свободная. И низ у меня не такой тонкий-звонкий. Наверное, в заправленном виде она будет не очень смотреться. Конкретно на моей фигуре. Хотя, если сверху накинуть какой-нибудь кардиган. Почему бы и нет? Как-то очень плохо проглажен воротник. Так, а если мы вот так разделаем? Уже как-то поинтереснее, да? Так, не знаю, можно ли здесь воротник так же сделать? Ага, можно. Ну, как-то поинтереснее, да? Согласитесь. Как все-таки застежка играет роль. Неплохой вариант. Надо будет подумать. Оставлять или нет. Ну, мне цвет. Мне нравится, что здесь есть цвет. И он такой приглушенный. И очень хорошо будет сочетаться и с черным, и с темно-синим, я думаю. И с джинсами. И с другими моими брюками. И с темно-синей брюки. В общем, подумаем. Итак, леоцел. Смотрится она как будто бы это какой-то подшелк. Но это не шелк, естественно. Я сразу раз спустила воротничок. Можно, наверное, еще одну пакушку расстегнуть. Хотя, наверное, перебор. Лучше не надо. Итак. Но она более релаксовая, конечно. Очень мне напоминает по модели льняную рубашку от Arket, которую я куда-то примеряла. И вот таки отправила, а потом не купила. И теперь жалею. Хотя, ладно. Что, у нас уже зима? Скоро. В общем, что касается рубашки. Она более релаксовая. Ее можно... У нее можно заправить, да? Заправить джинсы. В принципе, тоже неплохая модель. Размер мой. Неплохо так смотрится. А если сверху... Вообще неплохо, да? Я думаю, будет не очень. Я думаю, слишком бледней будет. А тут цвет такой неплохой, да? В общем, что делать, что делать? Подскажите. Я пока буду держать. До тех пор, пока видео не выйдет. А так, конечно... Рубашка приятная? Приятная. У меня такого плана нет. Типа, на Оксфорд я расстегнула. И она не Оксфорд. Такая релаксовая. Очень приятная ткань. По цене она, по-моему, 53 евро или около того. Я считаю, что такую базовую рубашку очень даже нормальная цена. Стирать я цел... Одно удовольствие. Не садиться, ничего с ним не происходит. Поэтому я подумаю. Главное, чтобы я в этом лиоцеле не вспрела и было комфортно. Ну, в принципе, вроде комфортно. Так, ладно, давайте хаки померяем и остановимся. Итак, пока в конец не стемнело, примеряю рубашку цвета хаки. Такой теплой хаки. Не совсем мне по оттенку, может быть, показаться, подходит. Но в целом мне нравится, как смотрится, что контрастные эти белые пуговки с джинсами неплохо. Да, с белым цветом. Волосы как-то немножко иначе сделать. В целом... В целом неплохо сидит. Очень даже приятно. Кармашек. Я, опять же, распустила вот эту вот пуговку, чтобы как-то более джинсами, что ли, образ был. У меня единственные вопросы к цвету, с чем это потом комбинировать и носить. Вот с джинсами может быть окей. А дальше, ну, как бы с темно-синими брюками, ну, можно, да. А верх, если что-то накинуть, как-то, мне кажется, очень сложно подобрать верх. Кстати, с черным, да, неплохо будет. Цвет такой сложный. Либо с белым, либо с синим. С черным, может быть, да. Сама модель неплохая, но я чего-то сомневаюсь. Я чего-то сомневаюсь. Не знаю, почему. По цвету мне сложно понять. Вот у нас уже темнеет. Темнеет. Надо идти за детьми. И я думаю, на этом остановимся. Буду ждать от вас советов. Может быть, кто-то действительно скажет, что, Оля, отправляй все и ничего не оставляй, раз все под вопрос. Но мне не сказать, что мне не понравилось. Мне понравилось. Что-то какое-то мало у меня уверенности, что это мне все будет носиться. Вот. У меня, правда, еще один заказ от Золанды идет. Там рубашка еще одна белая, правда, от Ральф Лорен. И такая базовая тоже, по-моему, Оксфорд. Посмотрим на нее. Посмотрим на нее. В общем, вот так вот. Такие вот дела. Спасибо большое, ребята, за просмотр. Спасибо за подписки, за лайки ваши. Очень нужна поддержка. И спасибо, что вы мне эту поддержку оказываете. Спасибо всем большое. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok